Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. Вот, я на самом деле замоталась с этими квартирами, с просмотрами там и так далее, поэтому не получается у меня сейчас быстро как-то выкладывать видео, и голова на самом деле уже пухнет от этого всего. У меня начался нервный тик уже, который день постоянно вот здесь вот под глазом дергается, пульсирует. Я просто не могу. Я уже начала настойку, блин, валерья напить, потому что я такой человек, что у меня психика очень подвижная, еще ничего не случилось, я уже вся изнервничалась, короче. Потом у меня какие-то начали появляться прыщики по всему телу, которые мне чешутся, я вот таблетки от аллергии пью, и тогда мне легче. Это вот все на нервной почве у меня начинается, потому что я говорила вам в предыдущем видео, что мы собираемся продавать квартиру и приезжать поближе либо в Таллин, либо в Марту, это 20 километров от Таллина. Марту мне тоже очень город нравится, поэтому между этими двумя городами в Марту чуть квартира подешевле. Но единственная радостная новость на данный момент это то, что квартира на лестничной площадке, которая у нас находится вот прямо, однокомнатная, она продалась за полтора месяца за очень хорошую сумму. Я была просто в шоке, потому что, честно говоря, мне казалось, что вот такие счета очень сильно должны отпугивать людей, но нет, все-таки нашлись люди, которые купили. Это не молодые люди, это, скорее всего, пенсионеры, как мне показалось. Я думаю, что там такой вариант, что, может быть, они продали квартиру в Таллине, вот, и решили купить здесь квартиру. Это вообще просто идеальный вариант, потому что у вас тогда еще остаются деньги для того, чтобы, если не надо делать ремонт, для того, чтобы вы могли жить припеваючи еще очень долгое время. Поэтому я надеюсь, что наша квартира тоже продастся достаточно быстро, и я записала себе данные маклера. Ну, то есть я была с ним на связи, потому что мои соседи, которые продавали эту квартиру, они живут не в этом городе и даже не в этой стране, они просили меня иногда показывать квартиру покупателям, что я, в принципе, и делала. Одна женщина, знаете, такая очень хорошая, Антонина ее зовут, в общем, она приезжала сюда, смотрела эту квартиру, я показывала, она немножко сомневалась как-то, потому что там в некоторых местах нужно было доделать ремонт. Вот, но в итоге она эту квартиру не купила, сказала, вот ниже посмотрит еще, но она очень хотела в этом доме квартиру. Дом у нас действительно такой классный. Я сходила, посмотрела ниже квартиру, но я не знала, какое впечатление у нее создалось. Там квартира полностью капитальный ремонт сделан, все вот просто супер. Там натяжные потолки, полностью поменена кухня, в общем, крутая квартира, я ничего сказать не могу. И тут, когда квартира продалась, она мне через два дня после этого звонит и говорит, Оксана, что квартиру продали прямо? Я говорю, да. Она говорит, кто-то я смотрю, говорит, что ее нет больше на сайте. Она говорит, я собиралась ее купить, да, говорит, долго думала, типа полтора месяца. Не полтора месяца получилось, потому что это всего полтора месяца квартира продавалась. В общем, она была очень расстроена. Она говорит, я своей подруге, у нее здесь какая-то знакомая есть. Она говорит, я сказала, я только ради тебя бы сюда переехала, потому что очень бы хотела такую соседку, как ты. Потому что, ну, как-то очень душевно мы с ней общались. В общем, ну, я сказала, что я буду смотреть, какие квартиры будут здесь продаваться. У нас в Локс, у нас сейчас будут, вырубили, короче, в одном месте все деревья. Будут, я так поняла, строить двухэтажные такие эти, ну, типа дома, знаете. Вот, потом у нас здесь спа на море будут строить. Потом еще новый магазин. Короче, как только мы уезжать куда-то решили, то сразу всего здесь понастроить. Но когда это еще будет, это, знаете, виллами по воде писано. Поэтому на это я ориентироваться не буду. И продажа этой квартиры за эту сумму меня очень сильно порадовала, потому что у нас появился шанс продать квартиру, несмотря на такие счета. Плюс у нас бонусом идет к этой квартире дача, которую мы не продаем, просто она идет к квартире. Хотя мы, у предыдущего хозяина, он нам пригрозил тогда, что он ее или бомжам отдаст, или спарит. Он построил тогда ее только новую. Он заставил нас ее выкупить. Ну, то есть, как он не заставлял, он сказал, если вы мне не заплатите за нее, вот, тогда вот в таком случае я сделаю так. Ну, конечно, мы очень хотели дачу. Она такая двухэтажная, небольшая, но все равно очень милая, красивая, ну, нормально, современная. Хотелось бы свою территорию для ребенка с песочницей, поэтому мы вот купили эту дачу тоже. А так это просто идет бонусом, потому что земля нам это не принадлежит. Она принадлежит городу в бессрочной аренде. То есть, пока они тут не решат что-нибудь построить, вы можете спокойно пользоваться. Это уже тут очень-очень много лет такое. Так что вот, и я в свою группу в Телеграм уже выкладывала квартиры, которые сейчас вот мне очень понравились. Можете заходить туда, ссылку оставлю снизу в описании, там пообсуждаем. И выложила там квартиру, которая самая-самая-самая дорогая. Сейчас в Эстонии 2,5 миллиона евро стоит эта квартира. Она 700 с чем-то квадратных метров. Это целое футбольное поле находится в старом городе. Ну, вдруг кто-то из вас захочет сюда жить и может себе позволить за 2,5 миллиона купить квартиру. Так что все остальное уже покажу в видео, и если вам интересно, то давайте приступим. Так, и пока я еще не ушла из кадра, хочу вам быстренько показать несколько чудесных косметических средств. Не хочу потом их отдельно снимать. Первое, что я просто очень-очень-очень рекомендую вам попробовать, это вот такая вот тональная основа от марки Inglot Play In. Вот так она выглядит. И это тональная основа, которая, знаете, во-первых, у нее достаточно неплохое такое покрытие. И на лице она создает, как сказать, это покрытие, как будто вы нанесли какую-то шелковую пудру. То есть впитывается тональная основа в лицо, и оно становится... Сейчас у меня не эта тональная основа, сейчас у меня на лице корейский вообще крем нанесен, CC-крем, вот. А это именно тональная основа. И кожа становится гладкая-гладкая, как будто вы по шелковой простыне проводите рукой. Абсолютно нигде не отпечатывается. Я пробовала ее и салфетки к лицу, как бы прикладывала. Эта тональная основа подойдет тем, у кого кожа комбинированная, склонная к жирности, и нормальная кожа, потому что я думаю, что к коже, у которой есть больше как бы сухих мест, то, скорее всего, шелушение она подчеркнет. Но если у вас вот комби-кожа, именно с жирными такими участками, то это просто супернаходка. Она держится в течение всего дня, она абсолютно никуда не ползет, ее не нужно припудривать, потому что она сама ложится уже как пудра, абсолютно не лежит маской на лице. В общем, я вообще в шоке была, в очень приятном, что я ее нашла. Купила ради интереса, попробовать, с оттенком я угадала, это номер 39, так что если у вас примерно такая кожа, как у меня, то 39 номер должен подойти. Линейка там достаточно, ну, по-моему, 6 оттенков, мне кажется, каждый найдет. И также хотела вам посоветовать, помните, я бы говорила про корейский крем, ой, про корейский сайт, где я заказывала в предыдущем видео, показывала косметику, я забыла показать там два вот таких вот крема под глаза, вот ухаживающих вообще просто потрясающие кремы с кислотами. Один, один я уже достаточно так хорошо использовала, вот. Я обязательно оставлю вам ссылки на эти кремы на вот этом сайте, на котором я заказывала. Они там вот такие объемы, это вообще, наверное, как типа travel-версии считается, они там не очень дорого стоят, но этого объема вполне вам хватит для того, чтобы вы поняли для себя, подходят вам эти кремы или нет. У меня кожа под глазами очень-очень чувствительная, очень-очень тонкая, и вот ко всем стрессовым ситуациям, которые вообще сейчас, вообще в мире, вот все, что происходит, понимаете, все на меня действует. Она очень сильно устала, поэтому вот эти кремы у меня стали спасением. Я чередую их, пользуюсь ежедневно и вижу результат, что маленькие какие-то, маленькие такие заломочки прошли, синяки под глазами, мне кажется, даже стали меньше, но у меня, видите, вот особенность как бы моего, особенность моего строения лица, вот эти вот вмятины, они у меня с самого-самого, мне кажется, рождения, вот, и были всегда, поэтому это не признак того, что я там, может быть, старею или что-то, но это тоже само собой, но просто я имею в виду, что это физиологически у меня так сложилось, что есть такие вещи, которые со мной всегда на протяжении всей жизни вот идут. Рука об руку, так что вот советую присмотреться, поближе вам сфотографирую. Вот, если что-то еще вспомню из косметики, что приобреталось, тоже вам обязательно покажу. Так, ну давайте я быстренько вам покажу три квартиры, которые я на данный момент присмотрела. Это город Марду, я сейчас смотрю в Марду и в Таллине. Вот в этом видео покажу вам три квартиры в Марду, которые мне очень-очень понравились, которые подходят по цене, чтобы минимально, если что, брать ипотеку, кредитную квартиру. Я уже забыла, как у нас в Эстонии называется, кредитную квартиру, да. Вот, первая квартира, которая мне очень понравилась, это вот в этом доме, она стоит 109 тысяч. Вот, первый взнос минимальный 15%, это 16 350 евро. Но, естественно, мы рассчитываем первый взнос заплатить где-то 30-40%, вот, чтобы кредит был, ну, меньше. Вот, смотрите, в таком доме она, вот, здесь она не очень большая, но здесь нету много стен, и поэтому местность такая открытая смотрится, мне это очень нравится. Вот, потом всегда можно сделать какую-то небольшую перепланировку. Вот эта квартира мне очень понравилась. Кухня желтая, конечно, не очень, фасады мне эти нравятся, вот, но в целом сама квартира достаточно симпатичная. Вот, это номер первый. Ванны здесь, это, получается, по-моему, новострой. Не знаю, какого года дом не смотрела, сейчас не буду на это время тратить, но вот красиво смотрится. Вот, и здесь вот предложение от разных банков. Следующая квартира, которая мне понравилась, это вот эта вот, у нее скошенные потолки. Я уже выкладывала, вот такая планировка у нее, я уже выкладывала в группу в Телеграм, но там мне заскошенные потолки написали, что, наверное, не очень это удобно, но мне она прям так запала в душу. Во-первых, мне очень нравится, как здесь мебель подобрана, вот эти цвета очень привлекли меня все. Тоже, видите, такая открытая планировка, нету кучу стен, кучу дверей. Вот, квартира не очень большая, 56 метров квадратных, но я уже говорила, что у нас здесь 4 комнаты, но вот тусуемся мы все в одной комнате, это, в которой гостиная совмещена с кухней у нас. Вот, здесь прям тоже очень красиво, хорошая квартира, понравилась. Ну, к тому времени, пока мы свою продадим, она уже, скорее всего, уйдет, поэтому просто показываю варианты, к которым вот мы стремимся, которые нам нравятся. Очень симпатичная, светлая такая квартира, и ванная немаленькая. Вот, так выглядит подъезд. Вот, и вот третья квартира, которая мне тоже очень понравилась. У них первая фотография вот эта вот стоит, кухня, я запала прям на эту кухню. Вот, видите, тоже такая огромная кухня получается, сместитель такой красивый. Вот, и вот так она выглядит. Ну, это, по-моему, типовая, да, семиэтажка, просто не новострой. Вот, ну, комнаты тоже такие просторные. Большой коридор. Отдельно вот туалет, ванная. И вот у нее первый взнос 17 250, но 30% это будет почти 35 тысяч. Получается там апотека 80 тысяч. Не хочется сразу все, что мы выручим от продажи квартир здесь отдавать. Надо что-то ставить, естественно, чтобы поменять. Если что-то захочется, мебель другую. Вот, видите, и мне такие человейники вообще не нравятся. Поэтому я вот здесь привыкла. У нас всего лишь трехэтажный дом и два подъезда. И когда смотришь в окно, там природа, лес, все это. А здесь, конечно, это, ну, не моя тема. Но думаю, что я бы смогла жить, конечно, в таком месте. И вот здесь вот такая планировка. Так что пока вот эти вот три квартиры, как бы я рассматриваю. И, кстати, я показывала в группе одну квартиру. Она находится в Таллине. И она стоит, это самая дорогая квартира, по-моему, на данный момент, которая продается по цене. Два с половиной миллиона евро она стоит. Сейчас я вам ее покажу. Так. Но она стоит уже очень давно на продаже. Как мне кажется, я видела ее еще в прошлом году. Так, выбираем цены. Начиная с дорогих. Так. Ой, слушайте, а пропала куда-то квартира. Нет ее, неужели купили? Ну, вот на данный момент остается вот 990 тысяч. Самая дорогая. Всего лишь 69 метров. Почти 5 тысяч за квадратный метр. Конечно, тоже. Окна такие в пол. Ну, это крутой район, конечно. Центр города. Ну, такое ощущение, как будто это фотографии сделаны на компьютере. Не знаю, может, это проект какой-то. Вот даже человек ненастоящий тут. Там еще двое где-то были. Вот они, да, это я видела. Странно, значит, эту квартиру продали, которая стоила два с половиной миллиона. Или почему-то убрали ее с продажи. Ну, вот такое то, что у нас есть сейчас. И то, что рассматриваю. Знаете, так классно. Каждый день рассматриваешь квартиры. Прямо как-то на душе становится так. Вот когда цель какая-то появляется. Там переехать, купить новое жилье. Там как-то его обустраиваешься. Ты лежишь ночами, там визуализируешь. Думаешь, как эту квартиру на продажу поставить. Там как она продастся и так далее. Прям вот, знаете, интересно. Вот. Ну, на данный момент вот вам три квартиры показала. В городе Марту. Двадцать километров от Таллина. Так, хотела вам показать тюльпан. Я так ждала, когда эта красота начнет продаваться. Вот такими объемами. Знаете, большие сразу по много штук. Очень красивые. Здесь у меня разноцветные желтые. Такие с розовым. Вот эти очень красивые будут, когда они раскроются. Наверное, завтра и фиолетовые. Я их сейчас уберу на другой подоконник. Потому что на том подоконнике почему-то цветы стоят гораздо-гораздо лучше. Потому что у меня больше недели стояли цветы. И они то закрывались, то раскрывались, то закрывались. Видимо, там у них хорошее такое местечко. Ну, это я сегодня просто на фон ставила, чтобы так немножко по-весеннему было. И гирлянда. Вот мне с Алиэкспресс пришла. Зверточки проволоки. Она, кстати, от USB работает. Больше на батарейках вообще ничего не буду покупать. Столько денег на батарейки было потрачено, что это просто вообще... Так, сейчас я зеркало выключу. Один листик. Ой. Так. Один листик пока еще висит. Наверное, не поднимется уже. Вот так у меня тут. Так мне нравится эта комната. Ну, вот я практически в ней вообще ни времени не провожу. Только крашу себя редко сейчас. Видео вот только и снимаю. Поэтому, кстати, вот это к вопросу о том, что мне говорили. Тут и заляпался. Что нужно смотреть больше квадратов, чем я смотрю. На самом деле здесь у нас больше квадратов и 4 комнаты. Но все время мы проводим только в одной комнате. Я не говорю, что там в другой квартире, допустим, так же будет. Вот. Но я все-таки хочу лучше такая открытая местность. Пускай будут две большие комнаты. А не напичканы, знаете, как типа муравейника. Одни двери, двери, стены, двери, стены, двери. То есть полезной площади вообще очень мало. Вот. Поэтому я смотрю просто, чтобы вот планировка была открытая. Ой, это красиво нравится. Так что вот. Так. Ну, все. Переставила их на то место, на которое я хотела. Обнаружила, пока там их от резинок освобождала. Что есть вот такой красивый. Это уже пео остренький вообще. И да, жду пока вот эти откроются. И вот это интересно будет, как в раскрытом виде смотреться. Но думаю, что завтра уже наконец-то моя ваза пригодилась огромная. Вот эта вот, которую на Сенсай заказывала. Хорошего качества такая. Вот так что завтра с утра посмотрим. Ну, тут им на окне очень хорошо. Я их еще сбрызгиваю из пульверизатора. Вот. И они вообще просто кайфуют. Так, сижу, пока монтирую видео. И пришла тут, примастырилась. Как удобно на таком твердом подоконнике сидеть? Не знаю. Ну, всегда со мной. Куда я, туда и она. Такие старенькие уже, видимо, тепла, внимания хочется. Хотя достаточно им дома всего. Вот. Ну, вот они и распустились. Кстати, заметила, что если их постоянно сбрызгивать, то стоят они намного дольше. Вот. Они все время в таких капельках. И очень долго. Они на ночь немножко закрываются, утром открываются. Красивые. Еще бы солнышко и вообще была бы весна тут на подоконнике. Так, и пока не забыла и не потеряла в своих дебрях косметических карандаши, которые я нашла еще, которые могу порекомендовать. Очень стойкие, хорошие карандаши. В таких цветах, знаете, коричнево-розовых, которые очень красиво на губах смотрятся, как натуральный цвет губ, только лучше. Это два вот таких карандаша. Один из которых это Флормар 237 оттенок. И второй это вот такой вот, сейчас скажу, какой оттенок. Вот. Ньют Беш от марки Никс. Вот. Вот так они выглядят. Первые два. Первый это как раз вот карандаш от марки Флормар и второй от марки Никс. А вот третий это то, что я ищу и никак не могу попасть в цвет. Вот он у меня лежит здесь, этот карандаш. Это рилуид десятый оттенок. Если кто-то видел похожий цвет, то, пожалуйста, напишите мне какой это карандаш. Я с удовольствием куплю, потому что, ну, никак. Все, конечно, похоже, но где-то более в розовый уход, где-то в более коричневый. Но прям вот такой вот найти никак нигде не могу. Так. Кто интересуется темой занятия с ребенком, вот показываю, по каким книгам мы сейчас занимаемся. Где-то уже пятый день учимся писать, рисуем по клеточкам и точкам. Вот, начинали прям с одного где-то два года, потому что до этого просто он рисовал. Но здесь уже посложнее всякие вот эти вот занятия. Вот видите, так вот он обводит пока. Я уже говорила, что руки достаточно слабые, поэтому нужно тренироваться почаще. Но он молодец, очень старается, Лев, поэтому я прям горжусь им. А, вот с этого мы начинали. Учимся обводить и штриховать. И я каждый месяц покупаю какие-то развивающие книги. И, в общем, по этим книгам мы и занимаемся. Вот я сейчас набрала сюда. Я их сюда складываю, чтобы потом не рыться в огромном количестве книг, которые у нас есть. Вот. Звукопроизношение, исправление делаем. Такие задания. Сейчас вот нашла азбуку с прописями. Вот как раз здесь печатные буквы. Сегодня мы к ним приступим. Потому что я вижу, что маленькое ему обводить гораздо проще, чем большое. Вот. Начнем сегодня, наверное, с этого. Вот. Так что здесь полезные игры для упражнений. Это немножко тут, знаете, разные физические активности для 4-6 лет. Вот здесь всякие. Вот. Хорошие очень книги. И тесты с наклейками. И еще вот такой вот интересный квест. Мы еще его пока не делали, но здесь на логику очень хорошее задание. Вот. Так что, если кому надо, пишите в личку. Я сфотографирую. Потом по названию можете купить. Книги все проверены. Очень хорошие. Вот. Поэтому по ним и занимаемся. Так. Ждала счет за коммунальные услуги, чтобы уже закончить на сегодня влог. Вот. И вот пришел счет, как я и говорила, отопление почти 5 евро. Вот без 10 центов. То есть общий счет 354 евро 50 центов. Из них 274,68 за отопление. И плюс вода там и так далее. У нас, кстати, вода с этого месяца поднимается на 1 евро за куб. Сразу, представляете, на 1 евро. Вот. В целом еще туда нужно добавить 80 евро за электроэнергию. И вот получится вот такой вот счет. Это вот как раз одна из причин, по которой бы я отсюда хотела уехать. Вот. Чтобы было больше возможностей там ходить в разные магазины. Чтобы там были не такие драконовские цены, как у меня в городе. Потому что здесь монополия, я уже говорила, практически во всем. И, да, это все больше подбивает меня к тому, чтобы переезжать. И что это решение правильное во всех отношениях. Так что, вот. На сегодня уже буду заканчивать, да. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok